В эфире программа «Городские новости». Здравствуйте! В студии Оксана Ветрова. Сегодня православные христиане отмечают Крещение Господне. Последний праздник Большого Рождественского цикла. Утро 19 января в 100 храмах республики началось торжественной службы и освящение воды. Верующие говорят, что в этот день вода становится целительной и остается таковой целый год. Сегодня с самого утра сотни верующих харцезян собрались возле храма преподобного Сергия Радонежского, чтобы посвятить воду. Кто в ведре, кто в банке, а кто и просто в пластиковой бутылке. Не остановили народ ни ветер, ни достаточно морозная погода. Ведь прихожане верят, что именно в этот день вода приобретает особую силу и многие православные пытаются растянуть запас чудесной влаги на целый год. К празднику Богоявления верующие относятся с большим пиететом. Праздник традиционный. Обычно, когда в выходной всей семьей приходим с детками, верим, и дети на этом растут. Так что праздник светлый и очень важный. Каждый год, конечно, традиционный. Это очень большой праздник для всех, для нас. Бог святит землю, воду и нас в том числе. Мы пришли вот еще, чтобы водичку посвятить, попить потом. Потом покупаемся, пойдем в проруби. Ну, а там уже будем праздновать. Мы каждый год ходим в церковь и перед, накануне и в сам день крещения. После церемонии освящения воды харцезяне будут окроплять ею свой дом, пищу, будут пить ее при болезнях. Те, кто сегодня не успел осветить воду в храме, могут не отчаиваться. Ведь среди людей бытует мнение, что 19 января даже обычная вода из-под крана становится святой. Правда, особую силу она обретает, по словам служителей церкви, только в том случае, если все эти обряды подкрепляются искренней верой. Многие харцезяне считают, что силу и здоровье на весь следующий год можно обеспечить, окунувшись на крещение воды освященного водоема. Так что одновременно с торжественными службами и водосвятием, которое прошло сегодня во всех храмах Харцезка, на Колосничке и на Липовском пруду, самые отчаянные горожане отмечали богоявление купанием в проруби. Каждый год 19 января православные христиане ныряют в ледяную воду, празднуя крещение Господне – день, когда Иисус Христос был крещен в реке Ордан. Для таких купаний вчера в Харцезке на двух водоемах – Липовском и Колосниковском – военнослужащие МВД ДНР соорудили проруби в форме креста. На берегу Колоснички на крещение обычно собираются десятки верующих. Сегодня желающих приобщиться к празднику, окунувшись в ледяную купель, тоже было немало, хотя и длинных очередей в местной Иордане замечено не было. Это величайший праздник на нашей Руси. Слава Богу. Хочу поздравить всех мирян, всех православных христиан с этим величайшим праздником. Мы такую Иордану сделали. Многие говорят, это полыня крестом осветили. Это Божья благодать. Да я уже лет 10 купаюсь каждый год, что мне страшно будет. Что ощущаете после того, как вышли из воды? Подошва мерзнет, а так все нормально. Для меня это святой праздник. Я рад тому, что я приехал сегодня со своими братишками. Вода классная, ныряйте, не бойтесь. Для удобства купающихся на берегу водоема установили пункты обогрева. В палатках вблизи купели, горожане могли переодеться и выпить горячего чая. Все спокойно. Со вчерашнего дня начали дежурство. Дежурили на Колосниковском пруду, на Липовском пруду. Люди себя ведут адекватно, без происшествий. Нас, как от МЧС, три человека обеспечивают порядок. Ну плюс еще тут скорая помощь, полиция есть? Так точно. Присутствует скорая помощь и полиция. В этом году морозы стоят совсем не крещенские. Столбик термометра сегодня не опускался ниже отметки минус 6 градусов Цельсия. Так что прыгать в ледяную воду было совсем не страшно. Не, не страшно. Я уже лет 8, наверное, окунаюсь. Для здоровья. И, как говорится, стресс для организма – это лучшее лекарство. Скажите, пожалуйста, верите в то, что крещенская вода очищает дух и тело? Ну, конечно, верю. Не один раз уже нырял и очищаю, не болею, слава богу. Нет, не страшно. Не первый раз. Пятый год подряд купаемся. Не мерзнем, не боимся. Здоровые. Хорошо, все отлично. Всем привет. Мама, папа. Люблю, целую. Всем, друзья, привет. Страх здесь вообще абсолютно отсутствует, потому что я уже это, скажем, не то, что простым мерзким языком практикую давно. Ныряем вот в этот день. Ну, как бы наоборот. Вот я стою, я абсолютно. Даже чувствуешь себя разжаренный такой, разгоряченный стоишь. Очень хорошо себя чувствуешь, чего и всем желаю. По подсчетам сотрудников МЧС, которые сегодня отвечали за безопасность на колосничке, до полудня в крещенских купаниях здесь успели принять участие несколько сотен человек. Большую часть сегодняшнего дайджеста новостей Украины мы, разумеется, посвятили принятию Верховной Радой закона о реинтеграции Донбасса, текст которого вполне бы мог стать основой эпикриза для вынесения его авторам неутешительного диагноза из сферы психиатрии. Во вторник, 16 января, у стен Верховной Рады снова жгли шины. На этот раз поводом для недовольства толпы митингующих стал законопроект о реинтеграции Донбасса, который во втором чтении обсуждали нардепы. Националисты объявили об акции «Стоп-реванш» и требовали от парламентариев принятия законов, направленных на борьбу с российской агрессией, а также введения санкций против России и целого ряда олигархов. Чтобы избежать массовых столкновений, у здания законодательного органа власти дежурили 3800 силовиков. Сотрудники правоохранительных органов применили слезоточивый газ. В результате столкновений пострадали 20 человек. 280 голосов «за» и его все-таки приняли. Закон об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях. Или закон о реинтеграции Донбасса. В документе нет ни слова о минских соглашениях. Россия определяется государством-агрессором, а неподконтрольные Киеву территории Донбасса временно оккупированными. При этом депутаты отказались включать в законопроект поправки о денонсации договора о дружбе и сотрудничестве между Украиной и Россией и о разрыве дипломатических отношений. Операция в Донбассе теперь будет называться так. Меры по обеспечению национальной безопасности и обороны, сдерживания и отпора российской вооруженной агрессии в Донецкой и Луганской областях. Особое внимание в законе уделяется военному положению, которое президент Украины теперь может ввести собственным решением. «Нафтогаз Украины» в 2018 году возобновит закупку газа у России, чтобы выполнить решение стокгольмского арбитража, заявил глава компании Андрей Коболев. Напомним, Украина в ноябре 2015 отказалась от приобретения топлива непосредственно у России, закупая его по реверсу в Европе, у Словакии, Польши и Венгрии. Суд обязал украинскую компанию выплатить «Газпрому» 2 млрд долларов за уже поставленное «голубое топливо», а также снизил годовой контрактный объем закупок до 5 млрд кубометров. При этом условие «бери или плати» для 80% от этого объема сохранилось. «Нафтогаз» также заплатит за каждый день просрочки по платежу, начиная с 22 декабря. Одни сутки раздумий обходятся украинской стороне в 600 тысяч долларов. В Украине из-за плохих погодных условий оказались обесточены 763 населенных пункта в 8 областях. Осадки в виде снега, мокрого снега и дождя накрыли большую часть страны. Для обеспечения проезда, расчистки автодорог и оказания помощи в буксировке привлечены силы МЧС. Спасатели подчеркивают, что пробок и заторов на дорогах нет. Жители Мариуполя в январе продолжают работу по благоустройству популярных мест отдыха. Так, на одной из аллей Приморского парка на этой неделе были высажены сосны. Специалисты утверждают, что зима – лучшее время для пересадки хвойных растений. Аллея была заложена в 2012 году по инициативе общественной организации «Защита детей войны». Тогда в Приморском парке были высажены молодые деревья, установлены лавочки и входная арка. Мы ухаживаем постоянно за аллеей. Когда мы приходим сюда работать, и мамочки с колясками, и все, и очень получается так на душе тепло, что мы сделали приятное для города и оставили себе память. В прошлом году работа по озеленению была продолжена. И вот теперь январское обновление аллеи. В Приморском парке посажены сосны. В Харциске к уголовной ответственности привлечена 32-летняя женщина, которая в ходе дискуссии с пьяным и дрочливым мужем использовала в качестве аргумента кухонный нож. В итоге благоверный в тяжелом состоянии попал на больничную койку, а крайне не сдержанную супругу теперь ждет следствие и суд. Ситуацию прокомментировали в пресс-службе Харцисского городела МВД. Правоохранители выяснили, что семейная пара около месяца не проживали вместе. Когда мужчина пришел в квартиру с своей супругей, между ними произошел очередной скандал. После того, как муж начал избивать женщину, она схватила со стола кухонный нож и нанесла ему удар в спину. Медики констатировали у пострадавшего колото-резаную рану с повреждением правого легкого. Следственным отделом Харцисского городского отдела полиции по данному факту возбуждено уголовное дело в порядке статьи 112 Уголовного кодекса Донецкой Народной Республики. Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 8 лет. Когда на Донбассе будет восстановлена мобильная связь «Водофон»? Этот вопрос обсуждается как в ДНР, так и в Украине, в том числе и в Комитете Верховной Рады по правам человека, на очередном заседании которого директор по корпоративному управлению компании «Водофон Украина» Олег Проживальский заявил, что связь на оккупированной территории Донбасса может быть восстановлена в четверг, 18 января. Уж и пятница минула, а воск, как говорится, и ныне там. В пресс-службе Министерства связи ДНР так прокомментировали ситуацию. Поврежденный кабель принадлежит компании «Евротранстелеком». «Водофон» официально сделал заявку на ремонт, но источник из «Евротранстелекома» говорит о том, что из администрации Порошенко поступило ЦУ не включать кабель ни при каких обстоятельствах. Между тем, на сайте мобильного оператора размещено короткое сообщение о том, что ремонтные работы по устранению повреждений волоконно-оптического кабеля продолжаются. Обычно зимние месяцы в наших широтах характеризуются существенным ростом числа заболевших гриппом и респираторными инфекциями. Однако в нынешнем сезоне заболеваемость ОРВИ по крайней мере на сегодняшний день и по крайней мере в Харциске в два раза ниже эпидемиологического порога. К сожалению, вирусные атаки Украине, России, а теперь уже и Донецку избежать не удалось. Сегодня стало известно о 20 зарегистрированных случаях заражения дончан корью. В 2017-м корь начала свирепствовать практически во всех областях Украины. На сегодняшний день зарегистрировано уже более трех тысяч случаев заражения этой инфекцией и с каждым днем цифра растет. Болеют как дети, так и взрослые. Увы, от осложнений уже начали умирать люди. Линия разграничения для вируса, конечно же, довольно условная. Некоторое время сохраняло распространение заболевания в республике. За весь 2017-й в ДНР не было зарегистрировано ни одного факта заболевания корью. И вот буквально на днях появилась информация сначала о шести, а теперь уже о 20 случаях заражения. 18 из 20 пациентов в результате проведенного эпидемиологического расследования отнесены к одному очагу. То есть на сегодняшний день этот очаг локализован, определен весь круг контактировавших с больным пациентом лиц. За каждым из них ведется эпидемиологическое наблюдение. Ситуация находится под полным контролем Республиканского центра, санэпиднадзора, Министерства здравоохранения ДНР. Два пациента из 20 – это дети, корью которых произошла в результате заражения на территории Украины. Они ее получили там и завезли ее на территорию ДНР. На сегодняшний день также этот очаг локализован. Определен весь круг лиц. В отношении очага проводятся эпидемиологические мероприятия. В связи с этим Министерством здравоохранения ДНР был разработан план, в рамках которого на территории Республики будут введены особые ограничительные меры. Если в какой-то образовательной организации, либо это дошкольная, либо это школьная организация, будет выявлен к случаю кори, что говорит о том, что на территории этой организации есть вспышка, к занятиям не будут допущены все дети, которые не имеют прививочного анамнеза, либо не имеют полного вакцинального цикла против кори. Теперь о ситуации в Харциске. Медики констатируют, пока в нашем городе кори нет, причем уже давно. В городе Харциске в течение ряда лет, и в том числе и 2016 год, и 2017 год, и начало 2018 года, в городе Харциске случаев заболевания кори ни среди детей, ни среди взрослых не зарегистрировано. Но это прежде всего благодаря прививочной нашей компании. У нас детки хорошо привиты, где-то на 90% у нас привиты детки. Давно известно, что единственной защитой от кори является вакцинация. Согласно календарю прививок, дети получают иммунитет против кори в 12 месяцев и в 6 лет. Прививаться должны и взрослые, у которых отсутствует достоверная информация о ранее сделанных прививках. В Харциске для этих целей работают сразу несколько кабинетов вакцинации. Деткам делается в прививочных кабинетах детских поликлиник. Прививочные кабинеты у нас очень хорошо оснащены, противоэпидемический режим проверяется у нас постоянно. Вакцина у нас транспортируется с республиканского центра, хранится в детской поликлинике, в холодильнике с условием холодовой цепи. За этим очень строго следит и санэпидслужба, и сами же работающие в детской поликлинике. Взрослым проводится во взрослых поликлиниках, амбулаториях, в прививочных пунктах. И о вакцине. Она в ДНР бесплатная, и ее хватит на всех желающих получить иммунитет от кори. Медики рекомендуют лучше перестраховаться и всем харцезянам, кто не уверен в сроках своей вакцинации, сделать прививку. И тем самым не допустить распространения эпидемии кори в городе. Это все новости на сегодня. Берегите себя, делайте все прививки вовремя и до встречи на канале Тевосфера. 20 января 1714 года Петр I издал указ. Послать во все губернии по несколько человек из школ математических, дабы учить дворянских детей цифре и геометрии, и положить штраф такой, что невольно будет жениться, пока сего выучится. И для того о том к архиереям осем, дабы память невенчальных не давали, без соизволения тех, которым школы приказаны. Таким образом, недоросли дворянские вольно или невольно потянулись к знаниям, обучаясь, кто недалеко от дома, а кто и за границей. Государевы службы наполнились образованными молодыми людьми, поднимающими Россию на новый европейский уровень. 300 с лишним лет прошло, и кажется, ничего не изменилось. Только прогноз погоды, хоть и незначительно, меняется день от дня. Днем 20 января облачно, возможны осадки, дымка, температура воздуха минус 3 градуса, ветер юго-восточный 6-8 метров в секунду, ночи облачно, туман, возможны осадки, температура воздуха минус 1 градус, влажность около 100%, ветер юго-восточный 7-9 метров в секунду. Субтитры подогнал «Симон»!